Новый доклад Всемирного экономического форума предполагает, что достижение глобального гендерного паритета займет почти 136 лет, по сравнению с его предыдущей оценкой – 100 лет. Данная международная организация измеряет разрыв между представителями разных полов четырьмя способами. Экономическое участие и возможности, образование, здравоохранение и расширение политических прав. Изученные данные показали, что разрыв в расширении политических прав и возможностей значительно увеличился с момента выхода предыдущего доклада, в то время как экономическое участие улучшилось совсем ненамного. По оценкам глобальной группы, преодоление экономического гендерного разрыва займет 268 лет. Эти данные еще не полностью отражают последствия пандемии, что может усугубить ситуацию. Прогресс в достижении гендерного паритета застопорился в нескольких крупных экономиках и отраслях. Отчасти это связано с тем, что женщины чаще работают в секторах, наиболее пострадавших от локдаунов, в сочетании с дополнительным давлением, связанным с оказанием медицинской помощи на дому, отмечается в докладе. Хотя доля женщин среди квалифицированных специалистов растет, неравенство в доходах и скудное число представительниц прекрасного пола на руководящих должностях по-прежнему сдерживают гендерный прогресс. Во время пандемии женщины теряли работу чаще, чем мужчины. И по мере восстановления экономики их вновь нанимают заметно медленнее. В период закрытия школ и других учреждений по уходу за детьми женщины гораздо чаще брали на себя их роль, домашнюю работу и присмотр за пожилыми членами семьи, что усиливало стресс и снижало их продуктивность. COVID-19 также ускоряет внедрение автоматизации и оцифровки. Женщины недостаточно представлены в таких секторах, как облачные вычисления, инженерия и искусственный интеллект. Наименьший гендерный разрыв наблюдается в скандинавских странах, где Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия входят в первую пятерку. США занимают 30 место в данном рейтинге. Доклад перекликается с опасениями, высказанными в предыдущих исследованиях. В сентябре прошлого года Организация Объединенных Наций посчитала, что последствия пандемии коронавируса могут привести к тому, что еще 47 миллионов женщин окажутся за чертой бедности. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Хочется больше плюшек от команды Finversia? Тогда инвест-клуб Finversia – это то, что вам нужно. Ежемесячный стрим «Выбор эмитентов», обучающие инвестиционные вебинары, новые книги серии «Библиотека Finversia». Стать участником инвест-клуба Finversia можно, оформив ежемесячный абонемент. Нажмите кнопку «Спонсировать» под любым видео канала Finversia TV и оформите подписку. Станьте участником нового инвест-клуба Finversia. Больше информации о инвест-клубе Finversia вы можете найти в описании к видео.